Так, всем доброй ночи. Ну что, ребят, вы уже слышали новость. Брезе анонсировали фреш сервера 21 ноября. И сегодня я для вас сделаю небольшую сноску. Обсудим эти новости. Тем более вопросы мне постоянно задаются. Буду ли я играть? Что станет с серверами? Какие сервера открывают? Сколько их будет? Будет ли русские сервера? Вот об этом сегодня поговорим. И о том, обрадовала ли эта новость наше сообщество. Для начала, как всегда, небольшая рекламка. Без этого, ребят, никак. И сразу перейдем к обзору. Ежедневно мне на стримах задают вопросы. Нет ли каких интересных фрешей в ближайшее время? Я рад сообщить, что да. 14 декабря на проекте его Серкл открывается новая сервера дополнения Battle for Azeroth. Тот самый Бафанарот, который запомнился нам красивыми CGI-роликами, обилием квестовых линейок и неожиданной развязкой. На мой взгляд, это последнее дополнение, где Близитек заморочились над сюжетом и даже реанимировали старых героев. Те, кто по каким-то причинам его пропустили, могут вновь окунуться в мир World of Warcraft и принять участие в военном конфликте, альянсе и арты. Рейтинг x5. Постепенно открытие контента, начиная с патча 8.0. Любопытные модификации, не влияющие на игровой процесс. Сейчас сервер БФА доступен в формате OBT в рамках БФА x11, где каждый желающий может зайти и ознакомиться с работоспособностью еще до старта. Само собой, к релизу еще много будет исправлено. 14 декабря на проекте WoW Circle, ссылка в описании. Итак, сегодня примерно где-то в полдевятого Близзы провели такой, знаете, импровизированный Близзкон, который они назвали Warcraft Direct. Это такой... Такая у них теперь будет презентация их игровых новинок, что они там планируют в будущем делать. Ну, там много чего о чем рассказывали. Ремастер от Warcraft 2, что-то там по Overwatch, Warcraft Rumble. Я, если честно, сразу промотал на новости по классик фрешам. И что могу выделить? Ну, во-первых, это будет продолжение катаклизма. То есть после катаклизма у нас входит Пандария. Об этом даже никто и не сомневался. Близзы не будут такую кормуху упускать. После катаклизма, я думаю, будет Доринор, потом Легион и все-то и так далее. Но новые сервера, они вот решили назвать серверами нового начала. То есть это как бы у нас идет одна линейка классических серверов, которые так и называются. Гнев Короля Ильича Classic, Катаклизм Classic, Пандария Classic. А это уже WoW Classic, новое начало. Открыть они решили сразу два направления. То есть это сервера классик эры, это вот обычная классика, которая вышла в 2019, 27 августа. И параллельно вместе с этим сервера хардкора. По первому решению у меня, в принципе, понимание есть. То есть в этом я не вижу ничего плохого. Давно им приседали на уши, пожалуйста, пожалуйста, сделайте нам фреши. В принципе, это хорошая, хорошая практика. Каждый год запускать по фрешу. Так, в принципе, делают многие пиратские проекты. Это позволяет аудиторию держать в тонусе. Тут как бы, знаете, игроки больше привязываются не к своему персонажу, а больше привязываются к процессу. То есть вот нравится кому-то там качаться на классике, или нравится кому-то ЦЛК закрывать. Вот оно и будет этим делом заниматься бесконечно. В этом нет ничего плохого, чтобы перезапускать миры каждый год. Ну, а если есть такие игроки, которые привязываются к своему персонажу, в принципе, для них можно сделать один какой-нибудь стоковый сервер, куда он потом своего персонажа может перенести и любоваться на него. Встать где-нибудь в центре Штурмграда, чтобы все на него смотрели такого красивого. Но, единственное, чего я не понял, это нахера были фреши ХК. Я сейчас, перед тем, как записывать этот видос, залетел на Reddit хардкорный, почитать, что люди говорят по этому поводу. Практически 90% тем, которые игроки поднимают, это темы недовольства. Насколько Близзы им поднасрали. То есть, чтобы вы понимали, сейчас хардкорные сервера — это уже такие состоявшиеся сообщества, большие гильдии, которые объединены общей целью. Собраны уже какие-то подборки смертей, какие-то мемы мест. Ну, то есть, хардкорные сервера — это уже такой состоявшийся комьюнити. И тут Близзы говорят, нахер, вот вам, пожалуйста, новый мир, пожалуйте туда. При том, что онлайн хардкорных серверов на самом деле не такой большой, как вам кажется. То есть, вы видели, да, вот эти вот скрины, где в Бутибэе на баф собираются огромные толпы, там какие-нибудь посты по типу, вот, посмотрите, ХК миры, они там перенаселены, там 6-7 слоев и все вот это. На самом деле не так, ребят. На самом деле, ХК миры довольно скромные по размерам, и то, что Близзы там добавили на них слои, это по большей части для того, чтобы, не знаю, столицы не лагали, вот, Бутибэй не лагал на бафах. Возможно, чтобы не были перегружены стартовые локации, потому что это все-таки хардкор, люди умирают, начинают заново, вот, чтобы друг другу не мешать квесты делать и все такое. То есть, большинство игроков недовольны. Проводятся опросы, пойдете вы на фреш, не пойдете. Ну, вот, я последний опрос смотрел, там 400 голосов, из 400 голосов где-то 250 остаются дома, где-то 150 идут на фреш. Прикол в том, что фреш-сервер, он не получит прогрессии. То есть, это будет приключение на один год, и что там будет через год, я не знаю, ну, закроют, наверное. И игрокам, которые там останутся, позволят трансфернуться на существующий, там, стич, некрош, не знаю, там, в Америке дефис пилагер. Почему, как мне кажется, Близзы решили открыть еще в ХК Фреш? По большей части, это происки американского комьюнити. То есть, ноги растут от крупных американских стримеров, которые решили устроить там свой какой-то движняк, устроить какую-то гонку прогресса. Услышали, наверное, про эту гильдиу OnlyFunks, которая практически вся состоит из стримеров, которые устраивают там всякие движухи. То есть, Близзы, по большей части, сейчас оглядываются на их мнение. Типа, ребятки, что хотите? Что хотите, чтобы мы вам сделали? Ну, они такие, ну, а что, давайте нам отдельный сервер. А вам не жирно будет отдельный сервер? Да нормально там. У каждого стримера огромная аудитория, он там с собой своих людей придет. То есть, для американцев хардкордный фреш – это, в принципе, нормальная тема. Они его будут держать в тонусе. Они будут привлекать на него аудиторию. Если говорить про европейский ХК-фреш, я, если честно, не знаю, кто будет мутить там какую-то движуху. Кто будет туда завлекать народ. Ну и вообще, как бы, зачем идти на европейский ХК-фреш, если там нету каких-то грамотных РЛов, грамотных организаторов, которые смогут вот эту толпу организовать, научить их правильно закрывать рейды. На самом деле, таких людей единицы. И все зависит от того, захотят ли они сами туда перейти и забрать с собой свою комьюнити. Если такие люди туда не пойдут, если они не бросятся в персонажи там с этиешами, с гресилами, все остальное, то, в принципе, на ХК-фрешей делать-то и нечего будет. Если они захотят, конечно, пойти за какими-то ворлдфиостами, там туда-сюда. Там же Близзе все-таки обещают какую-то прогрессию. То есть обычный сервер Classic Air будет прогрессировать, да? Таймлайн рассчитан на один год. Каждые два месяца будет выходить новая фаза. Там Anixia, Molten Core, BVL, ZG, Ankerage, Naxxramas и что-то там еще. И на ХК будет то же самое. Сначала все вариться будут в МК, Anixia, у Брейсики там какие-то закрывать. И потом потихонечку будет прогрессия, BVL, там все остальное. Вы поняли, да? В принципе, когда Близзе открывали текущий и хардкорный сервер, они открыли сразу весь контент, потому что они понимали, что это нахер никому не нужно. Это прогрессия. Хардкор это не про это. Поэтому, я думаю, первые месяцы на таких фаршах будет довольно скучно. Кроме прокачки, больше там особо заняться нечем будет. Так, теперь, что касается деталей. Размеры серверов и правил. Вот я тут открыл статейку на Noob Club, они прям замечательно все перевели. Давайте быстренько все это дело зачитаем и прокомментируем. Размеры серверов и правила. Сейчас отдельно взятый сервер WoW Classic может сместить в себя намного больше игроков, чем когда-либо. Поэтому для новых серверов, запускаемых в честь годовщин, мы ограничиваем их количество по одному. Для каждого типа PvE, PvP, хардкорные. Это позволит как новым, так и возвращающим игрокам быть уверенным, что их игровой мир будет стабильным и здоровым. Мы можем создать и новые сервера, если это будет соответствовать запросам игроков. Но наша цель состоит в том, чтобы их было как можно меньше. Когда 21 ноября состоится запуск, мы ожидаем, что будут иметь место очереди. Параллельно с этим мы будем повышать вместимость сервера, пустить всех игроков, что пытаются войти. Поэтому мы заранее просим вас проявить терпение и понимание. Вот это, кстати, мудрое решение Близзов, которые наконец-то поняли, что колебать огромное количество серверов это не вариант. Потому что игроки все равно выберут один какой-нибудь сервер, и все будут на него ломиться, какой-нибудь сервер-столица. И никому не хочется играть на малонаселенном сервере. Все уже на опыте, все знают, что один сервак рано или поздно умрет. Неважно, когда это произойдет, но это произойдет. Поэтому все будут искать сразу, куда все идут, куда все комьюнити идет. Все будут спрашивать, какой сервак самый основной. То, что Близзы научились расширять текущие миры до неограниченных размеров, это мы уже знаем. То есть, когда открывались хардкорные сервера, тот же самый Стич, он просто ломился от игроков. Но я не помню вообще никаких очередей. Мы также рады объявить, что новые сервера будут прогрессировать, и все персонажи перейдут в The Burning Crusade Classic. Как только завершатся этап классической эпохи. Это будет наше первое возвращение за предели после запуска дополнения Burning Crusade в 2021 году. Вот о чем я хотел вам сказать. Мне кажется, что у Близзов была дилемма. Их заваливали письмами в плане «откройте нам классический фреш, откройте нам Burning Crusade фреш». То есть, Близзы, наверное, решили все-таки убить одним выстрелом двух зайцев. Это будет сначала классический фреш, люди наиграются, и потом сразу за ним будет такой прогрессивный БК фреш, который вполне возможно. Я не беру сейчас делать какие-то прогнозы, но мне так кажется, что Burning Crusade вполне может остаться как вечный сервер. Если у Близзов не будет потом идеи, БК прогрессирует в леча. Что касается хардкорных серверов, то они на рельсы Burning Crusade не перейдут. Хардкорный режим всегда был сфокусирован на прокачке с 1 по 60 уровень, что обусловлено механиками и сложностью классической версии игры. Burning Crusade же вводит в игру ряд изменений, которые, на наш взгляд, не очень хорошо сочетаются с хардкорным подходом. Скорее всего, здесь речь идет про отсутствие ворлбафа в Burning Crusade. Все-таки в классике закрывать рейды под бафами куда легче, чем в БК без них. Во-первых, в БК рейды куда сложнее, во-вторых, бафы, ребята, очень сильно решают. Опять же, ограничение рейда в 25 тел, какие-то дополнительные механики, какие-то летальные механики на многих боссах. Прокачка довольно долгая, с 1 по 70 качаться куда дольше, чем с 1 по 60. Так мне кажется. Хоть там были, вроде, кап-опыты уменьшили, но все равно. Многие говорят про ХК-БК, но по мне так это... Ну, игроки не любят... Игроки говорят о том, что они хотят побольше сложности, но когда они сталкиваются с этой сложностью, оказывается, что немногим-то это интересно. И как только игроки столкнутся с реальной сложностью, да, как только они попадут... Я вот с трудом могу себе представить, как какой-нибудь хардкорный рейд убивает Вайш с первого пула. Это, мне кажется, будет довольно сложная задача. Поэтому все-таки классика под это дело больше подходит. Ну, на самом деле, World of Warcraft не задумывался о хардкорный режим, но, в принципе, он сюда довольно неплохо вписался. Так, философия, ноу-чейндж и чейндж. Наша цель — сохранить дух оригинального World of Warcraft, который и сделал его таким особенным. Хотя мы не будем придерживаться правил ноу-чейндж со всей его строгостью, тем не менее мы постараемся пролезть игровой опыт классическим настолько, насколько это, в принципе, возможно. Отклонение от версии 2019-го будет минимальное количество. С момента выхода 2019-го года мы отклонялись от изначальных правил, руководство и заботы о здоровье игры. Изменениями, например, подверглась система внутриигровых жалоб, смена лидера гильдии, добавление устройств, позволяющие сохранить игровое усиление, улучшение системы рангов PvP и различные улучшения графика. На новых серверах все эти изменения будут доступны сразу же. Как и прежде, мы продолжим внимательно следить за вашими отзывами. При необходимости внесем дополнительные коррективы. Ну, в этом плане, ближе о чем говорят? То есть у нас будет уже новая PvP-система. Это значит, что ранг КЦ будет гораздо большее количество народа. Сейчас как бы и капы меньше, и дикея нету. Ты можешь взять максимальный прогресс на одной неделе, потом сделать себе перерыв и продолжить в другое время. Но текущая система, как мне кажется, сильно изменит подход к игре. Поскольку ранг КЦ стало легче, а награды за PvP довольно неплохие, особенно для миликов. Но воины, разбойники, я думаю, сразу поспешат себе сделать R-14 пушки, которые они сменят только в Naxx, не раньше. Так что я думаю, что это будет совершенно другой экспириенс, но тем не менее. В принципе, вы такое можете уже наблюдать здесь, на классике Кэри, когда тут каждый второй, блин, какой-нибудь Гранд-Маршал, Фельд-Маршал, вот, я не знаю, в кого не плюнь, Маршал, Фельд-Маршал, Гранд-Маршал, какой-то сержант. Так, тут, наверное, тут новички. Фельд-Маршал стоит. То есть на классик эре 2019-го встретить какого-нибудь Маршала, это было довольно редкое явление. Поэтому, когда вокруг тебя бегают одни Маршалы, естественно, это не тот классический экспириенс, который многие помнят. Но, тем не менее. Но опять же, все эти бунки, которые будут сохранять ворлбафы, которые будут уже со старта. То есть, если мы помним, хронобумы ввели Близзы уже под самый конец, уже когда Naxx вышел. А до этого игроки прямо настрадались. Приходилось собирать фулл набор ворлбафов, парковаться где-нибудь, не знаю, там, где-нибудь над воротами этого анкеража, или там, где-нибудь возле БВЛ, чтобы в назначенный день под РТ зайти сразу в данж. А до этого за своего мейна просто не играть. Это было плохо. То есть, хронобумы, которые сохраняют ворлбафы, они позволяют тебе играть на мейне, не переживать, не парковать где-то там персонажа под Naxx или еще что-то. А каких еще они изменения говорят? А, по поводу интерфейса гильдии. Вот когда они ввели вот этот вот интерфейс гильдии, я на самом деле сразу высказал свое недовольство, мне не нравится. Ну, он неудобный. Ну, я не знаю, может быть, я просто к нему не привык. Я к нему не привык, ребят. Единственное, что здесь есть полезного, это то, что сохраняется история чата. Вот. А так здесь просто опции дублируют друг друга зачем-то. И мне кажется, Близзы услышали какой-то там фидбэк от игроков, которые им сказали, что это хрень какая-то, и они позволят игрокам выбирать интерфейс. То есть, если вам не нравится интерфейс обновленный, вы можете поставить галочку и вернуть интерфейс старый классический. Что я, кстати, и сделаю. Мне этот интерфейс не нравится, как я вам уже сказал. Так, пользовательский интерфейс и поиск группы. В классические времена игроки использовали множество разнообразных инструментов и методов, чтобы скооперироваться с другими игроками. Коль скоро для каждого типа серверов будет лишь по одному игровому миру, мы ожидаем, что население каждого из них будет высокой. Хотя мы аплодируем и находчивость игроков, создающие различные внеигровые инструменты, которые облегчают социальное взаимодействие, мы все же считаем, что осуществляют что-то подобное в игре это упущение. Я думаю, что они здесь говорят про вот этот аддон, который помогает игрокам искать рейды, пачки, торговать, ну и все остальное. Сейчас ночь, он не такой насыщенный, как днем. Днем тут прям все заспамлено. Ну, в принципе, хорошие изменения. Единственное, что меня пугает, если они сделают автоматический сбор группы, это значит, что автоматический сбор группы будет попадать абы кто. Это, возможно, будут какие-то ретрики, совы, шп, вся вот эта вот братья, которая на классике неиграбельна. То есть, в классике, ребят, суровые законы, есть играбельные билды, есть нет. Нравится вам это или нет? Ну, вот она такая. И если, например, в пачку попадает какой-то ретрик, что с ним сделают? Вот. Понравится это игрокам или нет? Я не знаю. Как это будет решаться? Так, так, так. Чтобы поддерживать командную игру, мы вводим функционал поиска группы, который позволит игрокам создавать, просоединяться, искать группы в ручном режиме. Также мы вводим новый канал чата-услуги, в котором игроки смогут рекламировать различные услуги, такие как порталы, призывы и прочее. Все подобные объявления должны отправляться исключительно в канал-услуги. Объявления, отправленные в какой-либо другой канал, станут предметом для жалкой санкции. Ну, кстати, здесь, на Classic Air это не так ярко выражено, как, например, на Season of Discovery. Там весь канал заспамлен продажу сумонов. Сумонов в каргат, сумон к такому-то данжу, сумон к ДМТ, сумон к ЗГ. Короче, везде стоят эти сумонщики, весь чат заспамлен этими предложениями. Порталы, вода и все остальное. Все продается, торгуется. Нет, я в этом ничего плохого не вижу, но найти какую-нибудь полезную информацию в чате в этом спаме довольно сложно. Вот для этого, кстати, придумали этот аддон, который полезные сообщения выделяет в отдельные группы, чтобы ты потом, чтобы ты не стоял, глаза себе не ломал в поисках нужного тебе там данжа или еще что-то. Для тех игроков, которые скучают по оригинальному интерфейсу гильдию, мы вводим переключатель, что позволит им выбрать, какой именно интерфейс гильдию они хотят использовать. Вот об этом я и говорил. Хардкорные правила и прогресс. Впервые на хардкорных серах будет идти прогресс сквозь все этапы классического контента. Это значит, что огненные нитры откроются одновременно как для обычных и пвп серверов, так и для хардкорных. Ну вот про что я вам и говорил, что сервера нового начала они будут идти параллельно друг друга. То есть та прогрессия, которая будет на серверах классик эры, она будет такая же, как и на серверах хардкора. Там открылся бвл и там открылся бвл, там аку и там аку. Такие дела. Мы ожидаем, что все остальное останется прежним. Паладин они смогут использовать комбинацию камень-возвращение, божественные щиты, реинкарнация шаманов, камень-душа, чернокнижка не будут работать. Дуэль на смерть, макгара также будет активна, а лимит на количество негативных позитивных эффектов будет убран. Ну, слушайте, вот по этой теме я хочу высказать свое недовольствие. Это уже нарушение классика экспириенса. То есть они убирают лимиты дебафов, а это значит какие-то классы уже начинают играть по-другому. Позволяет каким-то классам навешивать те дотки, которые они раньше не вешали. Это вполне возможно в рейлях появится и совы, и шп, ханты начнут вешать вайперстинги, ферролы вешать бледы и все остальное. Поэтому эта классик эра уже будет другой. И я, знаете, что переживаю за то, что если они, например, это вводят на сервера нового начала, то подобная механика вполне может переехать и на обычный сервер классик эра, на который, в принципе, пока еще старые правила держатся. Тут периодически заезжают какие-то обновления в виде таких интерфейсов, пункти и все остальное. Тут даже какое-то время был доступен баф мощь штормграда, который ввели на Season of Discovery, но после тирадок дневных сообщений Близзе это дело убрали. Тем не менее, Огненные, Недра и Аниксия. Мы хотим, чтобы игроки в полной мере погрузились в развитие персонажей и развивались в своем собственном темпе без какой-либо спешки. Мы хотим, чтобы перед игроками не стало вопроса о неопоздал ли я, не слишком ли поздно уже начинать. Чтобы поддержать такой подход, мы решили отложить выход Огненных Недр и Логове Аниксия на несколько недель. Они откроются 12 декабря. То есть, у нас получается 3 недели на прокачку. 21 релиз 12 рейда. 3 недели на прокачку. В принципе, нормально, не нужно будет не спать ночами для того, чтобы первым закрыть какой-нибудь Молтенкор, ворваться в гонку прогресса. 3 недели более чем достаточно. Так, перенос персонажей. На праздничных игровых мирах перенос персонажей будет недоступен. Праздничные это имеется ввиду, то что выход серверов нового начала приурочен 20-летию World of Warcraft. Праздничные сервера. За исключением переноса хардкорного персонажа на обычные игровые миры. Пве персонажи останутся на Пве серверах, Пвп персонажи останутся на Пвп серверах. Если хардкорный персонаж живые или мертвые, пожелают перенестись на обычный сервер. Они смогут это сделать, но обратного пути уже не будет. Ну, в принципе, нормальная тема. То, что если вы теряете своего ХК персонажа, вы можете перенести на обычный сервер. Баланс фракции на Пвп серверах. О, вот это вот самое неприятное, что Близзы нам сообщили. Если вы помните, на Season of Discovery в самом начале открытия в угоду баланса Близзы закрывали доступ для регистрации более многочисленной фракции. То есть, если на сервере преобладает Орда, персонажа создать там было нельзя. Нужно было подгадывать где-нибудь там после обновления где-нибудь в среду какое-нибудь окошечко пятиминутное зайти и попытаться создать персонажа. И вот то же самое нас ждет на серверах классика игры. Если ваша гильдия идет, скажем, за Альянс, а вы там завтыкали и пришли на следующий день, не успели создать персонажа, сидите и ждите создать персонажа за Альянс. Хорошо, нет, значит, идите за Орду. Я не знаю, кто Близзам подкинул такую идею. На самом деле, если вспомнить какой-нибудь Пламегор, я не помню, чтобы там была какая-то проблема с балансом. Ну да, там Орда была такая пожестче, но я не помню, чтобы Альянс от этого сильно страдал. Альянс, конечно, страдал, но никто не говорил, что вот, Орды Больса, закройте им доступ, нам тут некомфортно. я сам через все это прошел, я играл как раз за Альянс, когда включили ПВП-систему, это был какой-то кошмар. Орда просто по всему Азероту гонялась за бедными аликами. Если ты взял 48 уровень и додаешь Honor, все, извини, дядя. Все корабли были забиты орками, на всех полетках стояли толпы ганкеров до молтенкора. От полетки до молтенкора надо было добираться где-то, я не знаю, минут 40. Это просто ужас какой-то был. Это продолжалось ровно до тех пор, пока Близзы не открыли БГ. Но, тем не менее, как-то вот никто не думал о том, что, блин, Орды больше или Альянса меньше. Все как-то было само собой. Ну, ПВП-серы вот так вот. Тем не менее, Близзы собираются на серверах нового начала править баланс. На ПВП-серверах уточню. На ПВЕ-серверах я думаю, что подобной механики не будет. Поэтому, если вы, ребят, переезжаете куда-то гильдии, продумайте этот момент. Как-то постарайтесь одновременно, что ли, или ну, я хреза. Я не знаю, что посоветовать в этой ситуации. Просто Близзы ставят некоторых игроков в тупик. Результаты такого подхода были невероятно удачными. Также хорошими были и отзывы. Вот я не понимаю, где они эти отзывы читают. Поэтому такой подход сохранится и на новых серверах. Голл ДКП рейды. Подобно тому, как обстояли дела на серверах сезона открытий, мы не разрешаем Голл ДКП рейды на новых серверах. Имейте в виду, что ограничения будут действовать лишь для серверов североамериканских и европейских регионов. Ну, Голл ДКП рейды. То есть, Близзам понравился опыт, который они внедрили на серверах Season of Discovery с запретом Голл ДКП. И они этот принцип потихонечку внедряют и в другие аспекты. В том числе и на фреш серверов нового начала. На старых серверах вот на текущих Голл ДКП еще сохраняются. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь и сюда этой заразы доберется. В принципе, в Голл ДКП рейдах я не вижу ничего плохого. То есть, у них есть две стороны медали. Голл ДКП рейды они мотивируют некоторых игроков покупать золото. То есть, это все запрещено правилами Близзард. Но вторая сторона медали она мне кажется гораздо ярче. Благодаря Голл ДКП рейдам на серверах ПВЕ активность значительно выше. Плюс это мотивирует игроков, одетых игроков ходить с неодетыми. То есть, по сути, что делать одетому игроку? Ну, кроме, не знаю, улучшения своих показателей, там, логов, то есть, голлду фармить. Поэтому одетые игроки будут с большим удовольствием ходить с неодетыми. Вот, кстати, здесь периодически, когда собирают Голл ДКП рейды, прямо и пишут «Пожалуйста, новички, идите к нам, там, хоть с 50-го левела, там, пофигу, мы вас оденем, обуем, главное, принесите нам золото». Поэтому, не знаю. Голл ДКП рейды, они все-таки вносят какую-то активность на сервер. Ну, с другой стороны, генерируют голлселлеров. Что ж теперь поделаться? Мы понимаем, что многие игроки находят такой способ сбора экипировки для персонажа удобным, но в то же время считаем, что такой подход разведает социальную ткань игры, которая является неотъемлемой частью классического духа. Отзывы касательно такого запрета были сугубо положительными и соответствуют нашим собственным целям. Я не знаю, где они эти отзывы читают, кто... Вот, просто откройте рейдит, ребят, и почитайте, есть, конечно, люди, которые действительно не любят голлдэкоперейд, они как бы... Ну, нравятся обычные пуги, софт-резервы, гильдейские походы, но количество активности на серверах, который спровоцировал запрет голлдэкоперейдов, говорит об обратном. Если бы большинству игроков не нравились голлдэкоперейды, так кто бы в них и не ходил. Ну, логично же, правильно? Мы с нетерпением ждем запуска новых праздничных серверов. Спасибо за вашу поддержку и до встречи на Азероте. Ждем, да, ребят, 21 декабря. Это будет у нас четверг. Скорее всего, это будет ночью. Близзы все-таки чаще ориентируются на американское время. Европа в этой истории на втором месте. Ну, неважно. Я играть на Прэше буду. Пока еще не решил, где, за кого. Может быть, на ближайшем стримчике проведем голосование, либо я, не знаю, найду какой-нибудь коллектив, который переезжает на Фрэш и как-нибудь к ним присоседюсь. Не знаю, пока не слышал про такие коллективы. По большей части, единственный русскоязычный коллектив, такой активный, серьезный, это вот здесь. И вроде как бы они пока разговоров не ведут о том, что переезжать. До тех пор, пока здесь будет сохраняться какая-то движуха, до тех пор, пока здесь будут проходить рейды, я, собственно, в них участвовать буду. Если по каким-то причинам эти рейды прекратятся, ну что ж поделать. Но опять же, смотрите, ребят, даже если ребята не захотят поехать на Фрэш, они просто вынуждены будут это сделать. Ну, потому что Прэши, они, помимо того, что добавляют какой-то движухи, активность, они еще убивают текущие серверы. Все-таки свежий сервер, это не только новые игроки, это еще и экономика более здравая и все остальное. Так что ну поглядим, посмотрим, посмотрим, как это будет все развиваться. Я почитаю, что там люди на форумах пишут, потом с вами поделюсь. Вот такой у нас подкастик получился. До встречи, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok